Путин высказался по поводу санкций очень неожиданно и очень по сути дела, очень глубоко. Мне хотелось прокомментировать его высказывание и слегка его расширить, углубить. Я по этому поводу написал эссе, что Путин прав, но он не все сказал о том, что санкции нарушают права человека. Сапожник без сапог в США попирает демократию. Вот глубоко и верно поставил Путин вопрос, что Запад нарушает права человека санкциями. Вот как мне попалась какая публикация об этом. Запад ввел санкции против России и ее граждан. Это, по мнению президента Российской Федерации, является грубым нарушением прав человека. И дальше ее цитата, что рассказал Путин. Американцы сделали очень приятную для меня и системную ошибку. Они исходили из ложной посылки, что у меня есть личные бизнес-интересы из-за отношений с людьми, включенными в список. Ущемляя их, американцы как бы наносили удары по мне. Это абсолютно несоответствует действительности, сообщил Владимир Путин, подчеркнув, что России удалось в значительной степени положить конец олигархии. Вот тут ключевой момент, который меня заинтересовал, что все это является нарушением прав человека. И я по этому поводу пишу, что надо сказать полнее и откровеннее о системной ошибке американцев. Она заключается еще и в том, что они выступают против политики правителя России, а санкции будут против российского народа. Но никогда недопустимо, чтобы страдал народ от того, что кто-либо не согласен с политикой другого, какого-то иного руководителя государства. Это нелогично. Это выживый обман. Это античеловечно, антидемократично. Действительно, почему народ должен расплачиваться за то, что наш президент никому-то не угодил? Ну, не угодил и не угодил. Не дружите с ним. Не общайтесь с ним. Но почему вы ущемляете интересы российского народа? Почему вы его ограничиваете в торговле? Это совершенно нет никакой связи между этим. Это просто невозмутительно и недопустимо. Но важно тут другое, что это все делает США. А США, мы знаем, как борцов за демократию. И вдруг они поступают антидемократично, против народа. Вот, поэтому я и говорю, что США, как сапожник без сапог. США, борцы, имя за то, что они попирают ногами в мировой политике. И у себя дома.